Здравствуйте, это Новосибирские новости и Лидия Захарова. Новую модель троллейбуса испытывают в Новосибирске. Об этом и не только. Сегодня в выпуске. В Новосибирске начали испытания новых троллейбусов. Называется эта модель «Горожанин». Благодаря автономному ходу машины могут передвигаться без контактной сети на расстоянии около 40 километров. Стоит один такой троллейбус около 25 миллионов рублей. Александр Потенихин выяснил, как оценивают технику водители и когда это смогут сделать пассажиры. Рогатый «Горожанин» готовится к первой поездке по Новосибирску. Этот троллейбус может работать и от контактной сети, и благодаря аккумуляторам. Внутри все для удобства пассажиров. Кондиционер, Wi-Fi, розетки и мягкие сидения. Водители машины тоже довольны. Проста в управлении. Очень легкий в управлении. Очень все это там просто. Посмотрим, как в эксплуатации все это будет. Ну, вообще, я думаю, должна быть надежная конструкция. Мазовский кузов полностью. Ходовая кузов, кондиционеры. Все это завод МАЗ устанавливает. И плюс очень много электроники, которая в нашей разработке Новосибирске. Лишний раз выходить из кабины не придется. Штанги троллейбуса опускаются и поднимаются в автоматическом режиме. Однако на контактной сети необходимо установить специальные улавливатели. При этом есть видеокамера, которая висит на штангах. Водитель вообще контролирует это еще и видео. Смотрит, что происходит. Водитель покидает кабину только в каких-то экстренных случаях. По идее, все остальное автоматика отрабатывает. Даже, например, срыв штанги, что также бывает в движении, она машина автоматически улавливает и заводит заверы. Поэтому водитель только вот если что-то такое совсем нештатное происходит, покидает машину. Этот троллейбус – разработку фимских машиностроителей. В Новосибирске к ней пока присматриваются, обкатывают и оценивают в зимних условиях. Мы будем смотреть, как он себя зарекомендует в это время, как на него действует погода, как он эксплуатируется. У него достаточно большой ход, когда он может ходить без электричества, на батареях. Это до 40 километров. Для нас это очень важно в случае того, когда ограничены возможности движения. В ближайшее время горожанин начнет перевозить пассажиров. Его выпустят на маршруте номер 23. Если троллейбус хорошо себя зарекомендует, в Новосибирск закупят партию таких машин. Александр Потенихин и Олег Кролевец. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры сделал DimaTorzok